мы с вами сегодня на территории воинской части кодовое название лес вот мы на территории с той стороны были досы мы проникли на территорию воинской части со стороны складов ядерных боеголовок в спортзал проедем на велосипеде что сможем запечатлим на видео не сможем фото сегодня 20 вот мы на велосипеде с вами проехала 32 километра сюда салтеслагерь 22 мая 2014 года номера воинских воинских частей говорить не буду а вот лес скажу это лес справа баня туда попасть невозможно поскольку все перекопано насыпано завалено и вода там что-то вот спортзал целый ветерок но это уже будет как неизбежность вообще не планировал делать здесь видео как и фото думал не попасть сюда но однако же попал здесь нам надо ехать иначе мы не пройдем и были сегодня с вами у бассейна в ванне некоторые фото уже сделали сделали фото бункеров где были склады видим это было кпп здесь далее будет уже на территорию складов где были хранились боеприпасы огне опасно здесь находится предприятие по про по переработке бытовых отходов или находилась что-то запаха нет я когда здесь проезжал делал фотографии косвы или выскочила дедать и сейчас где-то вина бегает какие-то объекты конечно я знать не могу что-нибудь по моему это все-таки с автопарком связано мы здесь как-то были с вами мы делали видеоролик фото видите вода везде везде что-то такого неудобства для нас погода сегодня хорошая как бы не испортилась погода к вечеру мне еще нужно ехать два часа почти что на велосипеде время сейчас начало пятого местного время я погадал чтобы здесь не было рабочих дабы никто нам не мешал как я уже говорил мы заехали с вами на территорию противоположного въезда на территорию части где были расположены склады сейчас мы туда и выйдем какие-то объекты мы захватим вот щебенка осталась от объектов которые здесь находились вот забор там дальше уже начнутся начнется другая паргое воинское подразделение здесь посмотрим еще вот спортзал здание тут какое-то помещение одно рукой не удобно мне крутить а держать фото камеры крутить педали ну выходим отсюда тут ничего нет все сломано заезжаем на территорию я один бункер уже посетил фото сделал который справа стороны отсюда а начал переезжать тут открыто ранее тут было закрыто все какое-то помещение справа намерен него зайти сейчас по-быстрому семя четвертый год написано на каждом шагу там дали доты какие-то какие-то огневые точки если пед немножко уберем уберем в сторону это видимо может быть жилое помещение может быть какое-то административное здание воинской части идем как вам видал было написано 74 год на торце в плачевном состоянии как видите все это будет снесено на жилое помещение не похоже хотя кто знает посмотрели мы намерены за один видеоролик все объекты запечатлеть какие будут возможно потому как неизвестно будем здесь с вами следующий раз или когда мы здесь были следующий раз на спидометре видно потом посмотрим когда я домой приеду посмотрим я засек километраж от дома своего конечно никто не ездит это рабочие видимо накатали что тут они уже делают что они делали сейчас ничего видимо не делают надо ускорить процесс передвижения вот тут какое-то здание справа еще одно мы сейчас здесь будем переезжать как раз уже начинается бункера мы заглядывали здесь ранее мы были пару лет назад фотографии делали этих всех помещений не будем задерживаться дорожка уже похожа бункера вход есть можно заходить ну поскольку я один и в общем далеко не заходил вот еще один забор с колючей проволокой и вот один из бункеров мы в нем не были сегодня я был тот который правее или здесь я уже не помню где находился да вот тут я был это вообще видимо один объект который справа я позвал чтобы выехать потом отсюда там дальше находятся всякого рода ходы сообщения тут вот вентиляционные шахты это бункер справа сейчас мы немножко захватим боку написано столбики дальше доходы сообщений вообще чего-то там скорее зод здесь мы велосипед оставим сами посмотрим на этот бункер охранялись конечно бункера очень серьезно вот один из дзотов или дзотов огневой точки не могу сказать как это называется вот еще окрепленная огневая точка или дзот впереди но в него пониже не пойдем туда то у нас никакого времени не хватит на это видео посмотрим этот он еще обшит деревом внутри давайте один посмотрим более детально дверь мощная осторожно двери открываются и наверх видно была лесенка для стрелков или для стрелка это в густе время летит уже больше десяти минут посмотрели выходим отсюда быстренько но даже если мы второй не посмотрим бункер то примерно не одинаково да не примерно а так она и есть но там только что может освещение получше велосипед велосипед у него освещение было более-менее внутри темно конечно я с фонарем на фонарь смотрите вон сверху огневая точка оборудованная ну двери понятно какие мощные вот они много чего интересного там фонарь включился он какой-то слабый ах ябочка ах прошу извинения замешкался что-то так темно вот еще одна дверь я не могу много не 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 Смотрите, как плохо видно нам с вами. Главное, что мы здесь побывали. И вы вспомните, уважаемые участники группы, что это, чего это. При желании можно туда спуститься. Ну-ка я сделаю след по-другому. Да, лучше мы будем снаружи лепать видеоролик. Выходим. Не получилось у нас. Ну, надо говорить, не больно и хотелось. Раз не получилось, не первый раз у нас не получается. Тут уж не знаю, какой фонарь надо, чтобы этот получился. Сейчас переедем мы на другой бункер. Там я не был сегодня. Но был в последний раз осенью. Там получше было освещение. Или с другой стороны солнце было, или же открыты были ворота. с другой стороны. Попробуем. В окрестностей территории воинской части вырезаются деревья. Какие-то выбракованные виды. Очень много штабелей со свежими бревнами. Это все одно. Один комплекс. В окрестностей территории воинской части вырезаются деревья. Какой-то идем. О, тут, наверное, где-то, наверное, все дороги ведут в Рим. Вон находится такой же дзот или дот, или же огневая точка. Такая же, как мы сейчас смотрели. Вот здесь я заехал. Вот так. Еще один бункер. Вот такой же. Какая же огневая точка какая-то. Такие же вентиляционные приспособления. Далее, когда ходил, все ископано, изрыто. Какие-то пулеметные гнезда, какие-то другие укрытия. Много чего интересного. Вот еще один небольшой. Огневая точка. Это мы уже на выход туда выходим. К спортзалу выйдем. Нам не нужно. Это мы развернемся. Если крутимся, здесь находится бункер. Мы его сейчас объедем и зайдем. Надеюсь, этот ролик может вам сориентироваться, в каком состоянии все находится. Ну и, конечно, знающие люди прокомментируют. Такой же бункер, как тот, только мы заехали с противоположной стороны. Там смотрю, даже, да, фото я не делал еще этого. Ну, как жалко, что тут темно тоже. Да, вот. Темно. Ну, вот, в общем-то, и все. Посмотрим некоторые огневые точки или еще что-либо. Тут потом я сделаю фотографии дополнительно. Пользуюсь случаем, что я здесь нахожусь. Видимо, загружали-выгружали. Освещение сейчас хорошее. Проедем по этой дорожке. Быть может, что встретится нам интересное. Даже и дорожки нет с вами. Вон стоит злотик, маленький злотик. Даже дорожки нет. Вон там дальше уже будет забор. Который по периметру вычаят. С левой стороны этот вот курбан, это и есть сам бункер. И сейчас мы отсюда проедем. Прямо сюда с вами забрели. И вот здесь мы с другой стороны этого бункера заходим. И вот здесь мы с другой стороны этого бункера заходим. И сейчас мы отсюда проедем на выход. Где мы зашли с вами. Только потом я сделаю еще ход. С другой стороны. Вот так делаю. Точка какая-то. С другой стороны. Мы зашли. Вот тут бункер. Тут уже и двери нет. Уже сняли двери. Видимо, она металл. Вторые еще стоят там. Видите, срезаны, сняты. Вот мы-то, видимо, нужные. Уже сняли. Нам-то уже не надо. Садимся. На выход. Ну что же, тут даже нет. Накуда пролезть. А так аж пойдем через... Через лес. Если мы пойдем к руку, потеряем много времени. А тут где-то дорожку я уже вижу. Дальше. Походили вы со мной сегодня. По всяким кустам. Вон еще зотик. Много тут. Отдыхание сбилось. Вон еще раз. Не надо. Сегодня 20 мая 2014 года, территория воинских подразделений лес. 17 километров от Юдебор, я укажу на карте, где это все находилось. Вот запасной видимо выход. Мы здесь с вами заходили. Здесь мы с вами закончим наш видеоролик. Я еще сделаю пару фотографий и на этом со спокойной особостью поедем домой. Вот столб стоит, если кто видит. Столб осветительный, фонарь наверху среди сосенок. Ну вот, всем всего доброго, до свидания. А вот еще один столб валяется. До свидания, всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok